Пепе Эль Маго, популярный перуанский канал видеоигр, который в 2019 объявил, что Маго выпустит свою первую видеоигру. Художник, который рисовал серьезно, отлично подготовлен к тому году, но по причинам, о которых я не знаю, он не мог выйти на свет. Тем не менее, в 2021 мы получили демо, которое дало нам понять, что качество, которое они обещали в трейлерах, было реальным, и что, если проект задерживается. Он должен испытать свой полный потенциал и не закончиться как несчастный форф. До сих пор все шло более или менее нормально, но все контролировалось, когда Пепе вытащил трейлер Маг из Филорор, игра которая будет служить прологом Амага и будет полностью бесплатной. С трейлером мы понимаем, что игра, кажется, следует той же линии первого, и именно поэтому мы будем подробно анализировать последний дым Маг, таким образом стремясь раскрыть то, что мы должны ожидать от захватывающего, слабого Абарджер. Чтобы записать это видео, мне пришлось пройти всю демонстрацию. Я уже прошел оригинал, но это было совсем другое, что я узнал. Первое, что я заметил, это графическое улучшение. Это безумие того, насколько он улучшается. От более полированных анимаций, которые влияют намного больше, до мелких деталей, которые более полированы, в конечном итоге достигая более чем хорошего качества графики. Музыка игры почти не меняется. Что происходит так это то, что больше уровней есть больше музыки, и я должен сказать, что она работает очень, но очень хорошо. У него есть памятные темы. В целом это помогает инвестициям и стоит слушать даже вне игры. Я оставлю вам саундтрек в описании. Теперь мы поговорим о двух разных вещах. Во-первых, это игровой процесс, который на самом деле довольно странный. Она не чувствует себя комфортно, но это очень приятно совершенствовать игру, хорошо провести время. Вы заметите, как ваши навыки улучшаются, и это становится намного, но это намного удобнее. И это второй момент, трудности. Он играет важную роль во всех платформах, и я рад сказать, что в этой игре он идеален. Они не становятся не очень трудно, не это было легко. Найди отличную среднюю точку, и ты умрешь много раз. Но единственное, что вам нужно сделать, это настойчиво, и вы сможете достичь победы. Это просто мой второй любимый раздел из всего, что приходит, демо. Дизайн уровня не предлагает ничего, чего мы еще не видели, но именно это делает его таким замечательным ребенком. Много разных источников, но он делает это превосходно. Уровни имеют ритм, они динамичны, сложны и полны секретов. Идеальный рецепт для отличного дизайна уровней. Мир между уровнями и в котором разворачивается приключение, это тот, который знает, как выполнять свою функцию. Реальность такова, что это один из самых регулярных разделов игры, что это слишком просто. Но глаз, он работает хорошо, он красочный, тематический, и в том, что мы видели, есть несколько секретов, которые стоят того. Боссы, демо и мнения разделились частично, не следуя шаблону. Что-то, что безусловно хорошо, потому что это мешает ему быть предсказуемым и заставляет вас не знать, чего ожидать. Это обоюдоострый меч. В некоторых случаях это вызывает удивление, а в некоторых случаях немного расстраивает. Да, я смотрю на тебя, пингвин. Есть еще одна причина, по которой он забирает боссов, и это из-за синдрома Скотта. Я видел, как вы делаете так много ссылок, что вы получаете, чтобы не иметь личность. Лично я согласен, что они далеко не лучшие в игре, и что вам не хватает воображения. Он все еще получает удовольствие от этого, и я думаю, что так плохо они не. Безусловно, худший аспект демо и тот, который я не думаю, что финальная игра будет смеяться. История грешит быть простой и неоригинальной, хотя более чем ясно, что игра не была создана с идеей быть инновационной и глубокой термой, отчасти из-за того, как она развивалась. Если вы забыли в игре, он начал с того, чтобы быть демо уровня, как будет выглядеть игра P.P.M.A.C. Тем не менее, история работает и может сделать поворот в конце. Может быть, гурман будет P.P. будущего. Представьте себе, учитывая, что написание одной из страстей P.P., может быть, если что-то может сделать правильно, пролог будет улучшить историю. И это то, что меня действительно волнует. Все же мы вернемся к этому немного позже. Если мы уже говорили о самом разочаровывающем аспекте, теперь мы поговорим о том, что самое лучшее в демо, фундаментальной части в разработке видеоигр. Это ясно ваша цель и знать свою аудиторию. И я хочу сказать, что эта игра делает это отлично. Если одна причина, по которой игра работает, это то же самое, что и P.P. Волшебник из самых больших ютубос в Перу, и это из-за его харизмы. Ссылки эста изобилуют между игрой и музыкальным и полны эпических изменений. Вы можете сказать, что эта игра, сделанная со страстью геймеров для геймеров. Со всем этим сказано, мы можем сказать, что демо-мак заслуживает того, чтобы быть проверенным всеми, кто смотрит это видео, и что правда, окончательная версия обещает быть отличной, которая поможет поставить Перу на карту. Но чего мы должны ожидать? Девенбургер, подумав об этом, мы должны ожидать приключения, которое наполнено творчеством, с непростой трудностью. Несколько полон харизмы, с множеством ссылок и камеев. Но самое приятное то, что он поймает знания видеоигры, решая некоторые из сомнений, которые мы могли бы иметь для названия, и что-то, что сказал P.P. Мы знаем, что они объяснят нам, почему гурман хочет сделать принцессу какой-то буржуйкой, но мне хотелось бы знать, почему мало так ненавидит Магуида. Но если я отвечу на титульный вопрос, мой ответ да. Я думаю, что это того стоит. Прежде чем я закончил, я хотел поздравить за то, что он был первым ютуба ПУ, который выпустил свою видеоигру. Он отлично справляется с курицей в студии за то, что он делает эту большую работу. Я также хотел поблагодарить ОКО-77, потому что это человек, на котором они смотрят игровой процесс в фоновом режиме. Я оставляю видео на канале, это Speed Range, и честно загружено желание сделать вызов. И хорошо, люди так завершают первый обзор канала. Я надеюсь, что вам понравилось, и вам очень нравится это делать, и правда в том, что это стоило мне довольно дорого. Я надеюсь, что это первый из многих. Я оставлю вам каналы P.Net. И я также хотел сделать небольшое объявление, которое заключается в том, что если кто-либо из людей из студии Dream прокомментирует это видео, я собираюсь обойти. Как только Steam выйдет, я разберусь с копией, так что... Ну, ничего. Я бы хотел, чтобы я получил это видео, потому что, кто знает, человек, которого я смотрю это видео, может победить. Поприветствуй меня и увидимся в следующей серии.